Улица, еда, аптека – это то, что не могут позволить себе пенсионеры во время пандемии. На помощь приходят волонтеры и доставляют лекарства и продукты питания нуждающимся. Сегодня ситуация, на первый взгляд, нормализовалась, однако работы у волонтеров меньше не становится. Александра Петрова живет в доме ветеранов. Рассказывает, что добровольца ждет, как родных внуков. И продукты принесут, и лекарства. Но главное – о здоровье справиться, о погоде поговорят и о политике. А что еще нужно для счастья на девятом десятке? Мы никуда не ходили, даже со хлебом, честно говоря, они тоже обеспечивали. Магазины нет, в то время не ходили. Нам тоже страшно жить, охота ведь еще. И жизнь продолжается, несмотря на пандемию и одиночество. Ждет бабушка Саша, когда снова придут волонтеры. Сколько дней назад вы сделали заявку? Ну вот один день, только вчера, можно сказать. И уже сегодня пришли. Потому что я вчера, вот мне плохо было, и попросили, вот они готовы, принесли уже. В пакетах все самое необходимое. Мука, крупы, консервы, сахар, масло, печенье. Запас, говорит пенсионерка, на неделю. А мастера добрых дел Владимир Лидерман и Павел Гаврилов уже навещают других ветеранов. Узнав, что в Цивильске действует волонтерский центр, я решил принять в нем активное участие, так как я неравнодушен к нынешней ситуации в стране. Я буду принимать самоактивное участие, участвовать в раздаче пищевых пакетов, лекарств и всего необходимого для нуждающихся. Заказов поступает столько, что работают волонтеры каждый день по несколько часов. Нуждающихся в помощи много. Кто-то не может выйти в магазин по состоянию здоровья, кто-то боится коронавируса. Мы считаем, что волонтерское движение нужно развивать не только в Чебоксарах, но и в каждом населенном пункте, где есть неравнодушные люди. Поэтому мы продолжаем наше движение в Цивильске. Это проблема не только в Москве, где жесткие ограничения, не только Чебоксары, но и, собственно говоря, всей республики. Если кто-то нуждается в помощи, ее должен кто-то оказывать, добавляет доброволец. Обратиться за такой помощью можно, подав заявку по телефону волонтерского центра.